Субтитры сделал DimaTorzok Так в Америке называют способ покончить с собой, не имея собственного огнестрельного оружия. Одна хорошо всем известная компания, похоже, только что совершила самоубийство с помощью мужчин. И ладно бы она решила совершить самоубийство с помощью мужчин, но это самоубийство с помощью своей основной клиентской базы. Сутки назад компания Gillette выложила социальный ролик, ну или то, что они считали социальным. Пока вроде бы в переводе его нет на русском канале Gillette. Ролик, в общем-то, мерзейший, в модной тематике токсичной маскулинности и улучшения неправильных мужчин, которые в большинстве своем неправильные. На данный момент дизлайков примерно в 10 раз больше, чем лайков, и разрыв продолжает нарастать. Приглашаю и вас присоединиться к этому разрыву. Уроки YouTube, Patreon, видимо, не приносят должного результата, так что еще одна компания решила на личном опыте убедиться, насколько это плохо. В конце концов, ребята, вы не университет и не факультет философии, и не религиозная академия. Вы всего лишь продавцы санитарных продуктов, которые просто потеряли берега, и у них сорвало крышу. Ну, с кем не бывает. Заметьте, совершенно хамский ролик. Хамский именно в изначальном значении слова «хам». Смотрите Библию и сына Ноя. Женский аналог такого ролика трудно представить в публикации. Это никому бы в голову не пришло. А кому бы и пришло, он все равно бы не рискнул это сделать. Это опять к вопросу, что у нас, патриархат или матриархат. Независимо от того, кто является руководителем и кто составляет большинство в руководстве компании, например, крупной компании. Не это определяет слово «архат». Конечно, в принципе, сейчас еще не все потеряно. И если бы там в руководстве действительно сидели люди с мужской моделью поведения, взвешенные личности, устойчивые, со стержнем, то они могли бы выйти и взять свои слова назад, просто извинившись, как это делал, например, Питерсон перед Мэктау. Но поскольку как раз этой, скорее всего, модели они и не могут продемонстрировать, для этого нужна здоровая маскулинность, то с трудом верится в обратный ход. А что касается мужчин, ну, конечно, во-первых, в современной игровой манере предлагают закидать дислайками в социальных сетях и комментариями. Конечно, это не совсем забрасывание камнями, как в Ветхом Завете, но тоже ничего. Но главное, конечно, это голосование кошельком. Думаю, что если за разумное время компания не возьмет свои слова назад и не выйдет с извинениями по отношению к мужчинам вообще, поскольку и оскорбляли мужчин вообще, думаю, что это повод сказать и самому себе, и своим детям, знакомым, что Gillette больше такого бренда нет. Думаю, что прошлый набор с медных лезвий – это был последний продукт Gillette, который я купил в своей жизни. Я даже думаю, это хороший повод. Некоторые собираются просто мигрировать на бренды конкурентов, там, Шик и что-то еще. А я давно хотел исследовать технологию классического бритья опасной бритвой. Думаю, что я займусь именно этим. Если уж нас подталкивают развивать мужественность, ну, хороший повод, почему бы нет. В чем с фильмом Gillette трудно не согласиться, в том, что современные мальчики, которые слушают все вот это, это на самом деле мужчины будущего. Поэтому наша задача как раз донести до них всю ситуацию. Так что всем пока, удачи. Был один известный бренд, но больше этого бренда для мужчин нет. Был один известный бренд, но больше этого бренда для мужчин нет.